Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Юрий Аксёнов. Это геймплен, рубрика, посвящённая обзору игр для Android. Ставь класс под видео и погнали! Начать сегодняшний выпуск я хочу с головоломки под названием Sugar Slide. Разработчиков данной игры, я думаю, все знают, благодаря их популярной игровой серии Hopeless. Но в этот раз они решили сделать кое-что новое и отличное от того, что они делали до этого. Суть головоломки достаточно простая. Вам необходимо выстраивать путь, по которому два друга, рожок мороженого и зефирка, смогут добраться до выхода. Геймплей игры чем-то напоминает старые добрые пятнашки. Каждый уровень состоит из нескольких карт, которые необходимо пройти за ограниченное количество ходов. Причем, чем меньше вы их используете, тем больше звезд получите за прохождение. Сложность уровней будет постепенно возрастать, как за счет более запутанных головоломок, так и за счет добавления в игру новых элементов. Визуальная игра мне немного напомнила «Конфетное королевство» из всеми известного мультфильма «Adventure Time». Уровней в игре очень много, благодаря чему игра засядет на вашем устройстве надолго. Вторая игра называется Hot Wheels Track Builder. Это аркада, сделанная на основе весьма популярной франшизы. Можно подумать, что здесь вам предстоит управлять игрущим автомобилем, но нет. Геймплей игры заключается в том, чтобы создавать самые нереальные трассы и смотреть, как машинка проедет по ним. Вы сможете либо строить свои трассы в режиме песочницы, либо же проходить миссии, в которых необходимо будет достроить уже имеющиеся. Правда, в игре присутствуют токены, которые ограничивают количество ваших заездов всего лишь тремя. Строить свои трассы – это, конечно, очень круто и здорово, но, к сожалению, лично мне это быстро стало поднадоедать. Третья игра представляет из себя приключенческую ролевую игру под названием Seven Mages. В игре вам предстоит встать на защиту небольшого города от сил зла. Действие игры будет разворачиваться на 14 различных локациях, от подземелья лесов до гор и даже дна океана. Поначалу вы будете играть за одного героя, но после ваша команда расширится до 7. В игре очень важна тактическая составляющая, поэтому придется думать, что и как лучше применить в той или иной ситуации. Помимо сражений, в игре придется и немного думать для того, чтобы избегать попаданий в ловушки и чтобы просто открыть себе проход дальше. Игра исполнена очень качественно и понравится всем любителям подобных игр. Далее в моем списке идет One Touch аркадов, которые прежде чем нажать на экран, предстоит решить небольшой математический пример. Вам необходимо перемещаться от одного островка к другому. И чтобы успешно это реализовать, необходимо сделать так, чтобы число вашего героя совпало с числом острова. Для этого вы можете либо прыгнуть на ближайшую клетку, либо же перепрыгнуть через нее на следующую, посредством двойного прыжка. Также нельзя допустить, чтобы число вашего героя стало двухзначным. Как таймкиллер игра получилась довольно занятной и любопытной. Завершить сегодняшний выпуск я бы хотел игрой под названием Don't Pop. В ней вам предстоит управлять воздушным шаром, который стремительно летит вверх. Причем скорость его взлета постоянно возрастает. На каждом пути будут возникать множество различных препятствий, встречи с которыми необходимо будет избегать. Также на локации разбросаны монетки, сбор которых позволит вам разблокировать множество различных скинов. В целом аркада неплохая и поубивать время сможет. А на этом на сегодня все. Благодарю всех за внимание, не забывайте подписываться на канал и ставить лайк под видео. Всем пока и до новых встреч.